Добрый день, друзья! Этот сюжет не наберет рекордное количество просмотров или тысяч лайков, в отличие от сюжетов, куда я вставлял фрагменты своей беседы с иностранным агентом Алексеем Панином. Потому что вас, аудитория, очень интересует именно Панина. Я не иноагентов имею в виду. А вот эти рассказы про то, как один актер какому-то из мужей Аллы Пугачевой что-то куда-то засохнул. Ну, такова наша природа. Природа нашего любопытства. Так что, повторю, этот сюжет не про иностранного агента Панина или иностранного агента Максима Галкина. Это сюжет про совершенно прекрасную, замечательную Маргариту Маму, которая нашла время для того, чтобы прийти к нам в студию и осчастливить ребенка, для которого она, Маргарита, является кумиром. Есть такой проект. Называется «Давайте дружить». Он, собственно, очень простой. Есть дети из так называемых неполных семей. Или сироты. Или, вот как в случае в данном сюжете, это мама, которая осталась без мужа, с четырьмя детьми. И одна из дочерей мечтала увидеть или хотя бы получить автограф Маргариты Маму. И такие, как Маргарита, их много. Уже более 150 реализованы такого рода акции в рамках этого проекта. И Маргарита нашла время. Посмотрите, что из этого получилось. Маргариту вы только по телевизору видели? Не видели ее? На выступления не ходили? Ну, как-то ни разу. Очень хотели, но нигде не видели, чтобы она выступала. Как-то не попадали. А что бы, вот, если бы вы увидели Маргариту, что бы у нее попросили, что бы вы ей сказали? Я бы хотела спросить у нее, как у нее сейчас дела там. И вообще, она кем хочет стать? Тренером? Или кем она хочет работать? И хочу сказать, что она самая лучшая. Вы что-нибудь попросили бы у нее? Автограф. Автограф? Да. Инна, а вы занимались художественной гимнастикой в свое время? Нет, никогда. У меня, во-первых, нет таких данных. И у нас не было секции художественной гимнастики. Когда-нибудь вам уже доводилось думать, что зря, наверное, ребенка так вы эксплуатируете? Или не было сомнений никогда? Я не знаю, что будет дальше. Пока, наоборот. Сюрприз. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай вниматься. Сюрприз удался? Да. Держи до тебя. Спасибо. Здравствуйте, спасибо, что на все время присаживаетесь. Алиса, вы не хотите открыть подарок и узнать, что вам Маргарита принесла? Хочу. Да. Если бы я в детстве такой мне сюрприз делала, я бы с ума сошла, наверное, в хорошем смысле этого слова. А с кем бы для вас, Маргарита, в вашем начале пути, когда вам было 9 лет, встреча с кем была бы таким сюрпризом, как для Алисы встреча с вами? Ну, я думаю, что с миром моего детства, с гимнасткой, ради которой я вообще пришла в этот вид спорта, с Ириной Чащиной. А вам довелось с ней общаться? Общаться уже в позднем возрасте, в очень позднем, в 2014 году, когда мне было уже 19 лет, когда я была уже в сборной команде России, и уже на тот момент я чемпионкой мира была. Алиса, открывайте. Да, я сам поинтригован. А там, ну, конечно, мой любимый предмет, один из моих любимых предметов. Я-то не знаю, что там. Вон мой. А, вот твой у вас теперь будут похожие. Если захочешь, мы потом его подпишем. Сейчас я не стала подписывать, потому что не все детки любят. Я тоже знаю. Любишь? Тогда подпишем. А вы, кстати, можете что-нибудь для Алисы вот с мячом показать нам сейчас? Ну, я не знаю. Чтобы микрофон нам не... Мне кажется, мы с Алисой можем... Красота. По очереди перекаты делать. Я, когда была маленькая, в том возрасте всех членов семьи, бабушек, дедушек, подруг, всех учила перекаты делать. Алиса, увлечила. Маму. Да? Алиса, а вы возьмите свой мяч. А Маргариту мы попросим взять ее подарок. И, может быть, вы сейчас... Чтобы крутить нужно. А вы так умеете? Нет. Нет? Научимся. Так мама однажды училась. Я боюсь, чтобы микрофон сильно не задеть. Опасно. Сейчас мы разобьем вам тут все. Спасибо. А вы знали про этот проект? Да. Давай дружить. Да. Кто вам рассказал? На самом деле, я знала об этом проекте, об Алисе я знала еще, мне кажется, полгода назад. Ого. Подписчики мне присылали периодически в сообщение в личную ссылку, вот как раз вот эту ссылку, что Алиса очень хочет встретиться. Я помню, что я Анастасии, моему менеджеру-представителю, отправляла эту фотографию и говорила, Настя, надо что-то сделать. Так. Вот, и мы все как-то откладывали-откладывали, и в итоге вот наконец-то получилось это сделать. Алиса, вы можете сейчас спросить все, что вас интересовало, что вы хотели. А у вас есть какая-то, ну, ваша любимая гимнастка? Да, вот Ирина Чащина, Алина Кабаева мне нравилась, Евгения Канаева. Я обожала множество гимнасток, и с некоторыми, как с Евгения Канаева, мне удалось тренироваться в одном зале в Новогорске и уже изнутри наблюдать и учиться, как тренируются чемпионы. И это здорово, что есть кумиры, потому что в детстве я также пыталась быть похожей на Ирину Чащину, даже стопы заматывала так же, хотя стопа у меня не болела совершенно, но в итоге на Олимпийских играх я все равно выступала с этой же замотанной стопой, потому что травмы случались, не надо заматывать, вон на фотографии, не надо заматывать то, что у тебя не болит. Инна, а вот вы про этот проект что можете сказать? Вы считаете, что вам просто повезло, или он действительно, вы что-то узнавали, он работает и помогает детям в таких ситуациях? Знаете, мы даже, честно говоря, не надеялись, то есть Алиса все равно думала, что она когда-то встретится, тем более все равно занималась, мы даже смотрели, если будут какие-то мастер-классы, то обязательно придем, но то, что вот сбудется мечта, так, честно говоря, даже не надеялись, поэтому это был для нас сюрприз. А вы как считаете перспективы этого проекта? Я очень рада, что этот проект дает детям мечту. Я, когда даю детям мастер-классы, я всегда говорю, чтобы они мечтали, потому что без этого сложно держать, наверное, ориентир, и я рада, что этот проект показывает детям, что мечты могут сбываться, а если они сбываются, значит, у детей больше и больше мотивации мечтать, и я очень рада, что есть такой проект, и что мечты детей исполняются, потому что они должны исполняться не только детей, но и взрослых, вообще всех нас на этой планете. Я хотел бы, чтобы вы прямо сейчас здесь дали такой блиц-мастер-класс по как бы установке, чтобы вы сказали Алисе, как надо вообще в принципе относиться к трудностям, как надо переживать тяжелые ситуации, потому что, ну, у вас же тоже бывали такие непростые моменты, чтобы, я хочу, чтобы Алиса услышала от вас, вот как надо справляться и переживать потерю близкого человека. Конечно, потеря близкого, я вас очень понимаю, она... Ты сразу взрослеешь очень сильно, потому что ты сталкиваешься с тем, с кем мало кто может столкнуться. Все мы к этому никогда не готовы, но, наверное, это тебя закаляет, и главное — не опускать руки. Это всегда так. Поддержка, любовь и, наверное, стараться переводить и видеть все в хорошем ключе, в позитивном ключе. Не унывать, потому что очень сложно выбираться, когда ты унываешь. У меня было очень много и неудачи в спорте. В целом в жизни, да, были сложности, трудности, но стараться держаться молодцом, наверное, так. Меня спасло — это любовь моих близких друзей. Вот эта любовь, она греет и заставляет держаться, держаться на плаву, наверное, так, и находить в себе все новые и новые силы и ресурсы. Жить дальше и жить дальше счастливо, насколько это возможно. Если вам будет сложно, я вас поддержу, потому что... А для чего мы здесь все живем? Чтобы поддерживать друг друга, чтобы мы могли подбодрить и зарядить друг друга любовью, этим счастьем и вот этой силой, которая нас движет. Вот с моей точки зрения, как самого возрастного из присутствующих здесь студий, самый главный, конечно, подарок — это то, что вы сейчас сказали Алисе, но она хотела автограф получить. Ребята, есть у нас маркер какой-нибудь или фломастер? Принесите, чтобы Маргарита могла подписать мячик. Спасибо, Евгений. Благодарю. Пишем на мячике? На этом или на этом? На этом. На этом. И на этом. И на этом. На всем. Хорошо. Это будет пара такая красивая. Вот так. Спасибо. Или написать тебе... Алиса знает, чего она хочет в жизни. Я верю, что она... Это классно. ...станет тренером и олимпийский чемпион, конечно, до этого. Как, собственно, у вас все получится. Я уверен абсолютно. Главное — верить в себя. Это действительно то, потому что это то, чего мне не хватало. Это очень просто произнести, но это очень сложно реализовать. На словах-то это легко сказать. Верь в себя. Да, но когда просят дать какой-то совет кому бы ни было, вы всегда даете тот совет, который вы хотели бы получить сами, наверное, то, чего вам самим не хватает. И вот этой уверенности в себе мне не хватало всю мою спортивную карьеру. Поэтому этот совет я даю и вам, и так же и себе, потому что такая у нас психология. Огромное спасибо вам, Маргарита. Огромное спасибо вам, Инна, за Алису. А вам, Алиса, за то, что вы украсили нашу передачу. Спасибо.